Тему полномочий полиции обсудили и в новом масштабном проекте 7 канала Прожектор. Дискуссии в студии на социальные и политические темы в нестандартном для регионального телевидения формате хард-ток-шоу. Мы покажем вам то, что обычно ускользает от глаз телезрителей за кулисье, что происходит во время прямого эфира по ту сторону экранов. Это репетиции перед долгожданным стартовым рывком. Да, и на слове прожектора мы начинаем светиться. В эти минуты за дверями прямой эфир грандиозного проекта на седьмом прожектор. А сейчас мы направляемся к месту, куда доступ обычно ограничен. Аппаратно-системный блок или то, что сами журналисты называют обычно аппараткой. Это настоящая кузница прожектора. То, что остается за кадром. Здесь дорожат каждой минутой и каждым словом. Здесь ощутим пульс журналистики. Хард-ток-шоу станет площадкой для тех, кто не боится высказывать свое мнение. Для тех, кто не закрывает глаза на ряд острых социальных вопросов. В качестве предмета конструктивной беседы для эфира в редакции подбирают наиболее резонансные вопросы. В премьерном выпуске говорили о расширении полномочий полицейских. Новый полицейский, новый рецепт, новый рецепт, новый рецепт, в котором вы поверили. Я вам хочу сказать, что у нас... Каждый раз это новая ступень, это очень вынесло. Вы знаете, мне кажется, что появление моего ребенка для меня оказалось проще, чем запустить. Это первое ток-шоу. Я хочу сделать акцент на его жанре. Это хард-ток-шоу. Я думаю, что мы справились пока, мне кажется, хотя бы на твердую четверку. Над прожектором работала огромная команда азартных телевизионщиков. Это и ведущие, и редакторский состав. Операторы, монтажеры, звуковики, координаторы, специалисты технического профиля. В СБ этэкраном не отводят глаз, меняют планы, следят за качеством кадра и уровнем звука. Звук. Звуководный наш. У нас осталось многое, и нам еще нужен блок актуальных новостей, где они обсуждают эти новости. И потом они обратно возвращаются и обсуждают это все дело. Редакторов лихорадят, но контролируют процесс четко. Знают, от их самообладания зависит многое. Первый раз всегда страшно. И, конечно же, переживаю, чтобы все пришло гладко. И хорошо. Я отвечаю за журналистов, которые у нас сейчас на прямом эфире вместе с телезрителями на открытой трибуне. Да, мы смотрим уже по ходу, какие у нас могут быть ошибки, для того, чтобы в следующий раз мы могли их исправить. Но пока все живо и интересно. Из-за вашей спины как раз суета, идет процесс, поэтому мы вас не будем сейчас отвлекать. Почему наши реформаторы, когда делали рецепт, не подумали? А тем временем в студии разгораются жаркие диалоги. Спикеры вызывают друг друга на словесную дуэль. А теперь мы еще понимаем, что они находятся в полной небезопасности. То есть их еще и убивают в результате. И что мы дальше можем говорить? Они сейчас просто разбегаются. Ведущие рассказывают, что они удерживают в голове одновременно множество задач. Думают о тайминге, о сохранении структуры сценария. Стараются не забывать о грамотной речи и о том, как следует держаться на камеру. При этом успевают прислушиваться к рекомендациям руководителей проекта по скрытым средствам связи. Мы очень устали, потому что очень долго готовились к ток-шоу. И я надеюсь, что у нас получилось сделать первый выпуск очень мощным, понравиться зрителю. И сделать так, чтобы в следующий раз в 18-20 в пятницу каждый одессит говорил, нет, мы никуда не идем, включаем прожекты. Ну а нам не привыкать делать огромные проекты. Как вы знаете, как вы, надеюсь, помните, что мы делали большие масштабные проекты на 8 марта, на Новый год. У нас огромные планы на будущее. И это не предел наших мечтаний, не предел нашего роста. Мы будем двигаться еще больше, еще выше. Напомним, трансляция нового хард-ток-шоу «Прожектор» каждую пятницу в 18.20 на 7-м.